ну что товарищи мы дошли до последнего раздела первого тома капитала это раздел 7 процесс накопления капитала ну и для начала прежде чем заняться более углубленный этим давайте вспоминать вот воспроизводство капитала с чего она начинается первая фаза воспроизводство капитала вопрос процесса производства что у вас есть для начала есть какая-то определенная сумма денег на какую и куда вы идете с этой суммы денег покупать средства производства вы идете на покупать то есть сфере обращения начинается процесс воспроизводства вы идете покупать что вы будете покупать станки и средства производства ну все это и предметы труда и рабочую сиру вторая фаза это что у нас продажи получается продаж чего производства вторая фаза это производство товаров на сумму превышающую так называемый авансированный капитал то что вот мы уложили в начале в переменные постоянные суммы этих капиталов превышающий и уже только потом реализация этих товаров произведенных на рынке вот этот круга да и затем опять происходит покупка средств производства и рабочей силы то есть вот этот круга оборот это и есть воспроизводство капитала но воспроизводство может быть простое расширенное это понятно в каком случае у нас расширенное производство когда мы вновь вкладываем на очередном витке в капитал сумму несколько большую да чем ухаживали перед этим понятное дело что какая-то часть прибавочной стоимости будет неминуемо съедена капиталистам но и тем не менее если больше вкрадывать сумму то это будет расширенное воспроизводство если не больше то простое а если не рабочую то простое значит затем значит это плохое ступо вот ступо это нормально ступо вот далее значит условия этого накопления такое что капиталист обязан продать все то что он произвел значит далее вопрос прибавочной стоимости здесь в этой голове мы для простоты принимаем что вся прибавочная стоимость остается в распоряжении капиталиста хотя на самом деле в реальной жизни капиталист получивший прибавочную стоимостью он неминуемо с ней делится с кем он делится на что она идет на получается аренду помещений например нет 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 друг другим или не не тихо-тихо-тихо-тихо-тихо аренду помещений нет это входит в средства в стоимость это входит средства производства это мы уже не учитывая он вынужден делиться с торговыми капиталистами со всякими другими капиталистами он платит налоги таким образом это расщепляется как марс употребляет термин его прибыль расщепляется мы это учитывать не будем будем считать что она вся осталась при нас и землю купить надо то есть банкиру и врачу и учителю нет и в театре отдал другому группах капиталистов они врачах учителях а это получается торговый капитал а это так да если врачу и учителю то это просто потребление и земли не капитал нет но тут тоже врача и учителя есть капиталист который над ними сидит если мы не ведем речь там о частном репетиторе то это тоже группа капиталистов там это капиталисты занимающиеся образованием причина или нет ну мы уходим в такие для интересных да например и еще дан algún понятие абстракции процесс производства прибавочной стоимости где идет производством производстве там класс рабочий и промышленный капиталист вот промышленный капиталист произвел прибыль и он дальше делится другими слов Iya с другими группами еще другими группами капиталистов совершенно верно крупные группы торговый капитал заняты в сфере обращения А банковский капитал? Свои денежные обращения. Это часть обращения денежного. И земель и собственные. Все по кругу. Скажите, Виктор Иванович, а вот земельная аренда, почему она так отличается от аренды помещения? Когда мы говорим об аренде помещений, то это как бы средство производства, мы его здесь учли в стоимости и так далее. А вот земельная аренда, чем отличается собственник земли от собственника помещения? Давай дойдем до третьего тома, и не будем сейчас. Понял, понял. Не скоро дойдем. Ну дойдем в пору. Марк там специально сказал, этот вопрос не входит в исследование данной проблемы. Но я напоминаю, что она и есть такая проблема, и обязательно к ней вернемся. Он вернется к третьему тому, и мы тоже вернемся. Значит, теперь перейдем уже непосредственно к 21-й главе, о простом воспроизводстве. И вот тут начинается такой вот довольно интересной фразы ни одно общество не может непрерывно производить, то есть воспроизводить, не превращая непрерывно известной части своего продукта снова в средство производства. Вот эта вот фраза, она на первый взгляд кажется тривиальной, но с другой стороны мы видим, что вот наш отечественный капитал, вот сейчас конкретно на данном этапе развития России, он вот этого требования не выполняет, или по крайней мере не в парне выполняет. Он не производит необходимых амортизационных отчислений, о чем говорил Виктор Иванович. Он не вкладывает воспроизводство рабочей силы, квалифицированной, то есть в образование, в медицинское обслуживание населения и так далее. И сама рабочая сила подвергается деградации. То есть у него задача и производство, в общем-то, оно не случайно, сейчас оно находится, так сказать, в стагнации, а если брать продукцию машиностроительных предприятий, то я бы вот сказал, на протяжении 25 лет последних, или 30 даже лет, ну 30 лет все-таки, 27 где-то так, оно неуклонно снижается. То есть уничтожаются заводы машиностроительные, производящие оборудование, машины, станки и так далее. И процесс этот пока не остановлен. И более-менее стабильно работают металлургические предприятия, транспортные предприятия, горнодобывающие предприятия. Они вот нефти, газодобывающие, само собой, и транспортировка всех этих богатств. А вот, что касается машиностроительных предприятий, может, я не прав, Виктор Иванович меня поправит, но, по-моему, вот процесс затухания здесь не преодолен. И он вызван в том числе и объективными причинами. С одной стороны, не вкрадываются средства в разработку новой техники, а с другой стороны, ветшает оборудование, уходят кадры, которые могли там что-то отливать, и разрабатывать, и так далее. И поэтому у нас здесь вот сворачивание, Виктор Иванович. Нет? Да, по статистике, да. То есть, этот процесс до сих пор пока не преодолен. Если вы откроете или зайдете на сайт Росстата, Федеральной службы государственной статистики, либо в библиотеке возьмете российский статистический ежегодник, и посмотрите, раздел промышленности. Скажем, за точку отсчета возьмете, 90-й год, там даются показатели темпы роста ежегодно. Вот перемножите, получите порядка 80%. В прошлом году давали от объема промышленного производства России 91-го года. Виктор Иванович, а вот в это промышленное производство входит продукция, скажем, Новолипецкого энтерологического комбинатора? Если брать по-крупному, то какие разделения у нас? Промышленное производство – раз, связь – два, транспорт – три, сельское хозяйство. А горнодобывающие – это тоже промышленность? Ну, тогда понятно. То есть, а вот что касается обрабатывающей промышленности, берите, берите ядро машиностроения, станкостроения. Ну, практически нет. 5% – 5 или 3% того уровня. Это как воловой объем считается или пересчитывается в… Сопоставимых штуках. Нет, сопоставимых ценных. В штуке? Что там инфляция? Нет, я вот по строению там штука хочу. Такое есть и такое. Но темпы роста рассчитываются с темостных объемов. Это фрезеровщик 5-го разряда с ЧПУ станков. Вот для него, он в Нальчике, вот для него ближайшая работа, вот по его специальности, это только в Ростове можно найти. То есть, там, считай, 600 километров, там стопы заводят, и вообще ничего не работает. Вот, что-то, что-то. То есть, Кабардино-Балкария и вот этот, как его… Ой, все, что-то в голове. Краснодар? Не Краснодар, а Краснодар тоже. И Ставрополь. То есть, вообще все убито. Трупная промышленность не получается. То есть, вот такая вот фраза, вроде бы такая сухая, научная. Вот начинается 21-ая глава, простое воспроизводство, второй абзац. Ни одно общество не может непрерывно производить, то есть, воспроизводить, не превращая непрерывно известной части своего продукта снова в средства производства. Вот эта вот фраза, а у нас, получается, наши нынешние капиталисты ее как бы и не читали. И характерная экономическая роль капиталиста присваивается данному лицу лишь потому, что его деньги непрерывно функционируют как капитал. А вот если деньги, так сказать, высасываются все соки из предприятия и выводятся за границу, и там у него и вилла где-то там, и так далее, то это он не функционирует как капитал. Вообще говоря, он может по этому капиталистом называться, Виктор Иванович? Ты о чем? О том, что если человек не вкрадывает средства в производство, а выводит их за границу и практически значительную долю тратит на потребление. Ну, официально, так сказать, пресса называется эффективными собственниками. А это самые эффективные, которые... Ну, вот я вот смотрю, у нас тоже оптимизация в организации, где я сейчас работаю, но что-то вот как-то такое ощущение, что люди, действительно, сейчас вот заказы набирают, руководство новое, но вот как-то как его выполнять, людей выгоняют, и ничего как-то организационных усилий по выполнению нет. Такое ощущение, что они хотят набрать авансов, набрать заказов, авансов под эти заказы, и как-то куда-то, он говорит, новый генеральный говорит, вы, говорит, после первого инвага трансмаша не узнаете. Вот народ обдумывает эту фразу, чтобы она могла значить. Думает. Вот. Так что это вот так вот. Ну и далее. Значит, исходным пунктом процесса производства является купля рабочей силы. И тут вот дальше обсуждается такой момент, что вот говорят, что капиталист рабочему там аванс платит. На самом деле ничего подобного. Значит, рабочий произвел как прибавочную стоимость, представляющую для нас пока только потребительный фонд капиталиста, так и фонд для своей собственной оплаты, то есть переменный капитал, тире произвел раньше, чем этот последний притекает к нему обратно в виде заработной платы. То есть рабочий сначала накормил капиталиста, потом капиталист, часть какую-то малую, долю малую, выделил ему в качестве зарплаты. И поэтому рабочие, они всегда авансируют капиталиста, даже тогда, когда зарплата вроде выпрачивается своевременно. Это, так сказать, общий случай. Здесь не берутся эксцессы, когда зарплата не платится. Работодатель получается не капиталист, а рабочий. Да, рабочий доктор. Да, совершенно верно. Его труд, имеется в виду труд рабочего, в течение прошлой недели или последнего полугодия, вот из какого источника опрачивается его сегодняшний труд или труд наступающего полугодия. То есть то, что зарплатывает, это его же труд предыдущий. И, кстати, здесь Маркс анализирует такую вещь. Вот, скажем, капиталист изначально выложил тысячу чего-то там в производство. Это его деньги были. И вот он говорит, это все на мои деньги и так далее. Но потом Маркс говорит, что вот предположим, что он каждый год 10 на 10% возрастает, это его изначальный капитал, и таким образом капиталист через 10 лет, он весь свой начальный капитал, да, и предположим, что он все эти 10% съедает. И таким образом через 10 лет он весь свой первоначальный капитал неминуемо съест, и после этого он будет жить только за счет рабочих. Поэтому говорить о том, что это там мои деньги были вложены, это мое, ни в коем случае нельзя. То, что там капиталист, если много лет работает, даже если он честно там свои деньги вражир, не как у нас в стране там разворовали, да, а он честно вражир, там честно заработанные положим деньги, куда-то там через 10 лет все равно вот его денег там еще не останется. Даже если он будет, скажем, 1% есть, а 9% расширяющееся воспроизводство вкрадывать, ну, через 100 лет у него, все равно, так сказать, через 100 лет его потомки уже будут жить чисто за счет труда рабочих, ничего не останется от этого первоначального капитала. Он его всего съест. Так, далее, что тут еще, на что еще надо обратить внимание. Итак, переменный капитал есть лишь особая историческая форма, в которой проявляется фонд жизненных средств или рабочий фонд, который необходим рабочему для поддержания и воспроизводства его жизни, и который, вот при всех системах общественного производства, он всегда должен производить и воспроизводить. Значит, ну вот, Алексей Владимирович у нас посчитал стоимость рабочей силы, да, рабочего отрампарка, ну, и там получилось, что для того, чтобы воспроизводить жизненные силы не только себя, но и, так сказать, с учетом того, что всем мы когда-нибудь умрем, надо и детей после себя оставить, чтобы все это не пропало, да, и, во-вторых, воспроизводить надо не просто жизненные силы, чтобы как-то там есть и что-то там передвигаться, а надо себя воспроизводить как работника, то есть повышать квалификацию, там образование приобретать и все такое, но получилось, что сейчас в Ленинграде 360 тысяч надо на это, на семью, где трое работников и где... И двое работников. И двое работников, и трое детей. А меньше троих детей не будет воспроизводства народонаселения и, соответственно, воспроизводства рабочей силы. То есть вот это вот... То есть если вы меньше получаете этой суммы, то вы совершаете преступление и отношения... Или если вы меньше получаете... Если вы не боретесь за доведение своей зарплаты до этой суммы, то значит вы ведете себя безответственно и способствуете проеданию и разграблению России и ее уничтожению. Это вот можно так сказать. Вот. Ну и далее здесь капитан Маркс пишет, что, в общем-то, прибавочный необходимый труд он бы всегда... Приводят здесь примеры из крепостнической зависимости, что крепостной там... Он, допустим, три дня в день работает на себя, три дня в день на помещика. И это четко разделено. А при капитализме... То есть, ну и здесь, так сказать, четко видно, что он вот три дня в день он работает на воспроизводство себя. То есть... А три дня в день работает... Три дня в неделю работает на помещика. Ну, подразумевается, что один день все-таки отдыхает. Вот. А при капитализме это завуалировано, это скрыто. Но, тем не менее, здесь точно такая же картина. Вот он... Маркс пишет, что при феодализме его неоплаченный принудительный труд никогда не получает формы добровольного и оплаченного труда. Но если в один прекрасный день помещик присвоит себе поле, рабочий скот, семена, одним словом, средство производства барщиного христианина, то одни и не этому последнему придется продавать свою силу помещику. А при прочих равных условиях он и теперь, как и прежде, будет работать шесть дней в неделю, три дня на себя, три дня на бывшего помещика, превратившегося теперь в нанимателя. Это очень наглядно было видно в примере царской России, когда в 61-м году, после отмены крепостного права, у нас вот вместе с крепостным правом выяснили, что христиан нет не только зависимости от помещика, но и земли как таковой, кроме там огородика личного, маленького. И за эту землю, ну тут правда не так, что большинство помещиков поступило не так, что они стали агропромышленниками, хотя были и такие, и достаточно передовые были агрохозяйства, и даже тракторов там несколько единиц было на царскую Россию, вот, были такие. Но большинство из них предпочло, чтобы за вреду этой земли, как и прежде, христиане отрабатывали на них ту же барщину. Вот это и было остаток помещичьего, как это остатки феодализма в деревне, продержавшиеся практически до октября 17-го года. Историческая ссылка, интересно, что средства существования работчика авансируются ими капиталистами менее чем на одной четверти поверхности на ушах. Но это было, правда, в 1852 году, когда в южных штатах США все рамство процветало, и во многих странах Латинской Америки, прежде всего, на Кубе, Бразилии. Вот. И еще в России было крепостное право во многих других странах феодализма, или полуфеодальная форма эксплуатации. Вот. Ну, сейчас феодализм мало ли сохранился, феодализма сейчас не внести. в многих капиталистических и давно просветающих странах, они в эксплуатации в течение многих веков рабского труда, в том числе, в новом свете. Последний известный случай это в станице Кущевской, да? В государственном районе. Но Маркс писал об этом в свое время, что пока существует капиталистическая эксплуатация, будут сохраняться и все другие виды эксплуатации. Это и феодальная зависимость, когда там продавщица в ракете, там что-то у нее там украли, недосчет какой-то, то все, и она это отрабатывает потом. Ну, это не феодальная, это система страха. Система шаров. Ты из этого райка не выйдешь, пока ты там все не отработаешь и не отдашь, конечно, не феодальная там это все. Откуда шрафы-то платить такие? Нет таких денег-то у нее, таких шрафов заплатить. Вот, работали так годами. И рабское, так сказать, рабовладельческие моменты были, и есть. Так что, поэтому здесь это все сохраняется. Вот. И переменный капитал, как пишет Мас, утрачивает характер сплоя стоимости авансированной собственного фонда капиталиста. Лишь в том случае, если мы будем рассматривать капиталистический процесс производства в ходе его непрерывного возобновления. Но где-то и когда-то, и когда-то оно должно было начаться. Но первоначальное накопление капитала, это будет потом, это будет интересная игра, последняя самая в первом томе. Каким образом? И надо сказать, мы через это, мы с Виктором, да и многие, так сказать, здесь прошли через это, за исключением молодежи с Виктором Ивановичем. Вот. И это все на наших грозах было. Значит, ну а далее, вот я тут немножко забежал вперед. Значит, вот Марс приводит вот этот пример, что через какое число периодов перепроизводства улетучится вот этот начальный капитал капиталиста. И пишет, что представление капиталиста, будто он потребляет лишь продукт чужого неоплаченного труда, прибавочную стоимость, оставляя некой косноверной первоначальную капитальную стоимость, абсолютно не может изменить этого факта. По истечении известного числа лет, принадлежащая ему капитальная стоимость равна сумме прибавочной стоимости, присвоенной им без эквивалента в течение того же самого числа лет, а потребленная сумма стоимости равна первоначальной капитальной стоимости. Далее, Маркс пишет, что если даже капитал при своем вступлении в процесс производства был лично заработанной собственностью лица, который его применяет, все же рано или поздно установится стоимостью, присвоенной без всякого эквивалента материализации в денежной или иной форме чужого неоплаченного труда. То есть, сколько бы там не было вложено на каком-то начальном этапе капиталистам своих даже денег, я уж не беру про нашу ситуацию начала 90-х годов, все равно, так сказать, со временем, то, что это его, оно все выветривается, остается только лишь труд, материализованный труд рабочих. поэтому, в общем-то, экспроприация, она должна никаких совершенно моральных преград перед собой не встречать. Национализация тем более часто все ускорилось, оборачивание с капиталом быстрее, чем во время набраться, интенсивность выше. производства оно не может ускориться, потому что нужно пройти цикл, да, и, я не знаю, Маркс писал, наверное, более простые формы производства, когда, ну, имеется в виду технологические и, как сказать, значит, я хочу сказать, что во времена Маркса средства производства обновлялись быстрее, чем сейчас, тогда была промышленная революция, и тогда такого не было, чтобы в 64-м году закупили чехосховатские станки, и они до сих пор работали, и их на новые, то есть, если не брать вот это, станки с ТПУ, вот этих всех уже примочек, так сказать, причем даже есть фирмы, которые на станки старые ставят электронно-гидравлические системы, позволяющие работать станку в режиме программного управления, так, в общем-то, станки, ну, они достигли определенной степени совершенства, да, как винтовка Мосина, там, или 98К Маузера, и дальше уже вот, ну, вот они есть, они хороши, и они работают до сих пор, и, в общем-то, это к 20-м годам, ну, Маркс писал, вот, вообще, вот здесь вот, я не, я к тому говорю, что вроде как, даже на тот момент, когда Маркс писал, простое воспроизводство, оно было редкостью, потому что, нет, простое воспроизводство, его вообще, так сказать, когда оно было, всегда, так сказать, стремились расширять производство, простое воспроизводство, оно здесь, это просто как пример для простоты восприятия, а так, это как необходимый элемент рассмотрения расширенного, как момент, да, то есть, это начинает, чтобы понять, а так, кто не занимается расширенным, тот проигрывает конкуренцию, и все, тот, это самое, то есть, это вообще простое производство, некое абстрактное понятие, можно так сказать, да, капитал там абстрактный, метод абстракции, абстрагирование, это присутствует здесь, да, не совсем абстрактное, но если нет прибыли у человека, ну, вот у него и получается, у него есть прибыль, да нет, что такое прибыли нету, тогда и вообще есть ничего, без прибыли, это все умирает вообще, ну, то есть, это самое, тратное, какую-то на стороне, на стороне, вот и все, а конкретно не значит, все многообразное, нет, с другой стороны, вот мы-то сейчас уже 30 лет живем в условиях сужающегося воспроизводства, даже не простого, а сужающегося, то есть, деньги выводятся за рубеж, не вкрадываются, Выживаются за костенелый капитал, да? Да это не капитал даже, это сокровище, как Марс, сокровище, само возрастающая, самоубывающая стоимость, потребление рабочего двоякова рота, во-первых, в своем производстве он потребляет своим трудом средства производства и превращает их в продукты более высокой стоимости, тем стоимость авансированного капитала, это его производительное потребление, и в то же время потребление его рабочей силы капиталистам, купившим последнюю, с другой стороны, рабочие расходуют деньги, уплаченные ему при купле его рабочей силы, на приобретение жительных средств, это его индивидуальное потребление, следовательно, производительное и индивидуальное потребление рабочего совершенно различны между собой, человек может на производстве производить какой-нибудь вар для атомохода, который стоит, я не знаю, даже десятки миллионов долларов, если не сотни, а в быту может на себя тратить зарплату, даже если это квалифицированный рабочий, действительно такой на бахтистском заводе, ну там стольник у него, зарплата в месяц, многим кажется это много, но на самом деле это копейки. Дело здесь не в количественном, а в качественном, то есть только производительное потребление, человек за станком, потребляет средства производства, и итогом что получается? Готовый продукт, товар, а личное потребление вот в себя, да? Итог, рабочая сила. Я пришел на работу, здоровенький, отдохнувший. Совершенно верно. То есть там получается предметы, товары, а здесь возобновленная рабочая сила. Так что надо так сказать, когда от капиталиста требовать зарплаты, надо говорить, что я не себе забочусь, господин капиталист, я вас забочусь, я делаю вам здоровенького работника, здоровенького веселого работника, квалифицированного. Так что это надо понимать. Результатом первого является существование капиталиста, результатом второго – существование самого рабочего. Зачастую рабочий вынужден превращать свое индивидуальное потребление в чисто случайный эпизод производственного процесса. В этом случае он превращает жизненные средства лишь для того, чтобы поддержать в деятельности свою рабочую сиру, как травая машина, уголь и воду, как колесо, смазочная маска. Здесь его средства потребления являются просто средствами потребления одного из средств производства, и его индивидуальное потребление является непосредственно производительного потребления. Однако это представляется злоупотреблением, не связанным с сущностью капиталистического процесса производства. Иначе выглядит дело, если мы рассматриваем не отдельного капиталиста и не отдельного рабочего, а класс капиталистов – это как раз рабочих. Не единичные процессы производства, а весь капиталистский процесс в его течении, в его общественном объеме. Класс капиталистов должен заботиться о воспроизводстве рабочей силы. Да, раз капиталистов, целым он бы и заботился бы. Но у нас капиталисты очень неорганизованы. Поэтому, с одной стороны, вот скажем, вложение в повышение квалификации работников. Вот я здесь повышал квалификацию, приобрел корочки, ну не приобрел, мне дали корочки на управление машин подъемных, управляемых с пола. Так мне после этих корочек год, я, значит, там, когда мы устраивались на это обучение, мы там подписали бумагу, что если мы уволимся в течение года после этого, мы запратим 2500 рублей, потраченных на это наше обучение. Что там мало? А потому что там три дня посидели, что там эта самая машина, там фактически практики, там никакой не было, ничего. Да там все умели реально этими тейферами управлять, просто корки были нужны, озаботились тут формальной стороной. Вот. А вот как, скажем, если встанет вопрос там обучения человека, там программным продуктом современным. У нас там водитель троллейбуса, сейчас скажу, там полгода обучения, если ты там должен отработать два года, если ты за это время, вот, в течение двух лет решил уйти, то там около 160 или что-то такое там стоит. То есть перекрадывают на работника. Но водитель троллейбуса – это тоже, так сказать, деньги. А вот если, скажем, там, пользование программным продуктом каким-то, я уж не говорю о высшем образовании, то есть тут что получается? Получается, что капиталист, который платит эти деньги за обучение, он мог бы их, скажем, пустить на зарплату работника в том числе, но он оплачивает это обучение. Работники у него обучаются, а потом идут к другому капиталисту, который не тратит деньги на обучение, а вот он может несколько большую зарплату за то предложить. Поэтому вот к чему-то, конечно, может обучить конкретный капиталист, но серьезное образование дать конкретный капиталист, конечно же, не может. Это дело только совокупности капиталистов, это дело капиталистического государства, дать серьезное образование. А государство, если слабенькое, если капиталисты не могут этого наладить, Но получается то, что получается, и в общем-то образование сейчас, к сожалению, техническое, да и гуманитарное тоже, само собой, оно на крайне низком уровне, и производство, и наука прикладная, и фундаментальная, они держатся на старых кадрах. Когда эти старые кадры уйдут, а это уже скоро произойдет в силу естественных причин, но там будет пустое место совершенно. Это вот надо тоже понимать. Там уже Западная Европа, Северная Америка, Австралия переманивает наших хороших преподавателей, ученых. Насчет преподавателей я как раз не скажу, а вот так сказать ученых и молодежь, то есть вот в их случае рассказывали товарищи из Нижнего Новгорода, там Нижегородский политех, там есть кафедра авиационная, и там же в Нижнем какой-то завод МИГ. И вот, значит, студенты писали диплом на этом заводе, и хороший диплом, и там и 3D-моделирование, и все такое. Значит, а на этой книге там, по сути, американцы. И эти же американцы присутствовали на защите этих студентов, и вот там три парня хорошие этот диплом защитили, и через полгода они уже были в Италии в отделении фирмы «Боинг». Так что вот это тут очень все наражено, и здесь, вот, поэтому это, к сожалению, поэтому капиталисты, его идиолог, политэконом, рассматривают как производительное потребление лишь ту часть индивидуального потребления рабочего, которая необходима для увековечения рабочего класса, которая действительно должна быть потреблена рабочим, чтобы капитал мог потреблять рабочую силу. А все, что рабочий потребляет сверх того, ради своего собственного удовольствия, есть непроизводительное потребление. Ну, а что значит ради своего удовольствия? Это значит, в том числе и ради своего развития удовольствия. Удовольствие уже мы имеем в виду не вот купить, а все, что рабочий тратит на свое развитие, на то, чтобы перестать быть рабочим чисто, а стать, так сказать, развитой личностью, всесторонне развитой, это непроизводительное потребление. А нечего вам ходить в театр. Вы от этого лучше на станке точать не будете. Да, да, да. Это вот, кстати, вот в этой стоимости, в расчете стоимости рабочей силы, вот, которую вот производили, там вот у многих моих знакомых интеллигентствующих наибольшее раздражение и оздобление вызвало именно от расхода на театр. Ну, что, они с ума сошли, что ли, да? Вот это самое. То есть это вот, да, это такое есть. Ну, воротничка, можно ходить. Да. Кесарю, кесарева, слесарю, слесарева. И это вот не случайно. И не случайно поэтому, вот, когда шла дискуссия о программе РСДРПБ, то РСДРП еще, то Плеханов написал, что это самое, с целью является повышение благосостояния. Достижение полного благосостояния. Ленин прочитал и написал на полях такое, возможно, и при трестах, имея в виду при монополии. Ну, что, полное благосостояние, оно сейчас фактически обеспечено в развитых странах. Там люди не горадают, питаются чем хотят, и проблемы нет такой. А вот, да, качество питания улучшается. Да, качество там нормальное. У меня знакомый один в Германии живет, к себе на родину в Биск приехал, говорит, ничего себе, в Германии там баночка огурцов соленых 50 евро, и они хрустят вкусно, а в Биске купил за евро эту баночку, и там говорят, они какие-то мягкие все это, вонючие. Ну, так что 50 евро или 50 центов? 50 центов, конечно, тут евро, а тут 50 центов. Вот, то есть там продукты зачастую дешевле и лучше. То же самое в Финляндии, кстати. Если бы накопление капитара вызывало повышение заработной платы и, следовательно, возрастание количества средств потребления рабочего, не приводя к увеличенному потреблению рабочей силы капитаром, то добавочный капитар был бы произведен непроизводительно. Вот это вот наши в те оптимизаторы, они очень озабочены оптимизацией, а вот нет и каких-то там непроизводительных расходов, не растут ли здесь рабочие. Поэтому наша борьба за сокращение рабочего дня, она вот такое и вызывает раздражение. Вот. Воспроизводство рабочего класса включает в себя также передачу и накопление искусства от поколения к поколению. Ну, я вот как не рабочий все-таки, а представитель приходной науки высшей школы, я вот могу сказать, что да, вот это очень важно, и сейчас это выветривается. Но то же самое надо сказать и по отношению к рабочим. Потому что, несмотря на высокие технологии, вроде бы сейчас у рабочего задача какие-то кнопки нажимать, а вот на ЗИЛе в начале нулевых мне рассказывали историю, что там какой-то старый рабочий, он там вот владел какими-то технологиями пайки радиаторов для бычка. Бычок-то производили на ЗИЛе, такой, я считаю, перспективным, при Ружкове. Вот. И, в общем-то, и он говорил, я научу, передам свои знания, так сказать. Если вы моему сыну, у него сын там был мородой, видно, Хартугер на машине, подавите бычок с какой-то там с термокамерой, что и с термокузовом, ну, короче, какой-то такой там возить это самое, продукты, те зажались, и вот остались без этого. Там были проблемы большие. То есть, сплошь и рядом, и, скажем, вот в 80-х годах легенда была, что в Омске на производстве пронетарных коробок передач, а пронетарные коробки передач их очень сложно собрать, там надо ровить, чтобы попали зубья в зубья. Там тоже был один товарищ, который этим вродил, но который на запой уходил. И если, так сказать, не успевали, пока он в работе был задер определенный изделий, там чуть и не конвейер в столах. Так что рабочее мастерство, оно никуда не ушло и сейчас. И оно тоже выветривается, оно утеривается. И одна из причин пенсионной, вот эта реформа с увеличением пенсионного возраста, это не только стремление сэкономить средства, но и стремление сохранить рабочую силу. Вот при накоплении искусства от поколения к поколению. А сейчас наоборот, утеривается это искусство. Тут вот интересный пример Марс приводит. Под влиянием гражданской войны в Америке, запровождавшего ее хопкового города, большинство рабочих хопчатобумажного производства в Ранкашире и других местах было выброшено на улицу. Из недр самого рабочего класса и других соев общества раздался призыв организовать с помощью государства и добровольных сборов эмиграцию избыточных рабочих в английской колонии или Соединенные Штаты. И мы здесь, значит, против этого очень резко восстали фабриканты. И вот манифест фабрикантов, так называемый, был опубликован. Рабочим хопчатобумажного производства внушают, что при дрожжении их труда слишком велико, что его следует уменьшить, может на целую треть, чтобы зачем установиться здоровый спрос на остальные две трети. Общественное мнение настаивает на эмиграции. Хозяин, то есть общество-бумажный фабрикант, не может добровольно согласиться на то, что при дрожжении его рабочих рук было уменьшено. Он придерживается того взгляда, что это было бы тоже несправедливо, сколь и неправильно. Если эмиграция поддерживается за счет общественного фонда, он имеет право требовать, чтобы его выслушали и, быть может, протестовать. То есть, и тут вот надо понимать, что богатство сверхурочными, богатство за сокращение рабочего дня, мы точно так же боремся за уменьшение, придержение труда. Поэтому это вызывает такую острую, негативную реакцию со стороны работодателей. И надо еще раз заострить тот момент, что отказ от сверхурочных, это такой момент, который, с одной стороны, ни в коем случае не требует никаких-то отдельных забастовочных процедур, это не нарушение какого-то законодательства, ничего. Напротив, если вас принуждают работать сверхурочно, пишите прокурору, прокурор вас услышит. Рострудинспекцию пишите, Рострудинспекция вас услышит. Отказывайтесь от сверхурочных, потерпите кратковременное снижение своего заработка. Со временем, по мере увеличения, уменьшения, вернее, придержения рабочей силы, несомненно, вырастет оплата труда, и вы будете получать те же деньги за меньшее проработанное время. Это вот совершенно непоколебимо. Ну, здесь вот много говорится об эмиграции и о том, что вот эмиграция развращает рабочую силу и так далее. Кстати, Маркс, дальше он там приведет пример, когда какой-то английский капиталист решил переехать в Америку со всем производством, ну, благо там спрос большой, и он, значит, пароход, погрузил туда оборудование, погрузил три тысячи рабочих, привез все это в Америку, а там рабочие от него разбежались. Остался на бабах. Так что вот... И местных нанять не смог. И местных нанять не смог. И, кстати, вот интересно, еще раз я читаю одну книгу хорошую, она не по политэкономии, она по расчетам прочности, и там вот приводится такой пример, что в Англии в 19 веке рабочая сира была очень дешевая, поэтому там всякие железнодорожные сооружения, мосты, тоннели и так далее делали очень капитально, долговременно. А вот в Америке там было наоборот, там рабочая сира... Да, и с другой стороны, все-таки Англия была самой богатой страной мира, она там грабила полмира в своих колониях, то есть деньги были, рабочая сира была дешевая. Поэтому они капитальные очень сооружения, железнодорожные в Англии строились. А в Америке наоборот. Американский капитал там был беден, молодой он был, а рабочая сира стоила дорого. Поэтому в Америке, скажем, строили там вот эти путепроводы на большой высоте, там 20-30 метров над землей, деревянные. И когда по ним шел поезд, они скрипели, раскачивались. Но товарищ пишет, что в Америку-то осмерые люди ехали, поэтому они игнорировали. Но и самое интересное было, когда от искр, сыпящийся из трубы паровоза, эти деревянные конструкции возгорались и красиво галели. А потом, как эту проблему решили по Америке, значит, когда деньги стали появляться, эти деревянные конструкции, на них стали загонять платформы с грунтом, и прямо они открывались, и грунт сыпался вниз. И так постепенно, постепенно эти засыпали, вместо этих правил форм стали долговременные насыпи, а эти сооружения деревянные там сгнили внутри этих надписей, и на насыпи все остались хорошо. Так что вот это вот такой пример, что это, и он, ко всему прочему, иллюстрирует, что небогатством страны определяется заработная плата. Вот в Америке, в силу исторических причин, сюда понаехали люди, так сказать, оружия было много на руках у населения, там рабочая сила стоила дорого. А в Англии, где полуфеодальные законы фактически требовали, там вплоть до того, что абравы устраивались, как вот мы раньше это упоминали, на тех, кто там спокойно на берегу живет, там рыбку ровит, как-то за счет этого живет, их там выгоняли, сжигали дома крестьян, и там на этом месте пастбище для овец устраивали, бродяжничать было нельзя, там за это и вешали, и в работные дома ссырали, и мигрировать нельзя, то есть за счет таких принудительных мер там держалась низкая рабочая сила, при том, что Англия была богатейшей страной, с наивысшей в мире производительностью труда самыми современными производительными сирами. Вот это вот надо иметь в виду, что не от богатства страны зависит заработная плата рабочих, не от богатства государства, а от того, как рабочие себя поставят. В свободных штатах не рабовладеешься? Ну, это... Ну, после 65-го года, можно сказать, уже во всех штатах. Ну, в свободных, конечно. А насчет вот этих виадоков деревянных, через глубокий каньон, там, конечно, насыпь не создашь, ну, вот красивый пример развала такого моста, это в романе Живерна, 80... Вокруг земного шара за 80 дней. Там поезд на внешней скорости проезжает, вот этот, качающийся конструкцию, после того, как он проехал, она вся рушится. Ну, железный ход самого процесса постоянно отбрасывает рабочего, как продавца своей рабочей силы, обратно на товарный рынок, постоянно превращает его в собственный продукт, в среду купли, как капиталиста. В действительности рабочий принадлежит капиталу еще раньше, чем он продал себя капиталисту. Его экономическая несвобода одновременно обуславливается и маскируется периодическим изобновлением его самопродажи, перемену его индивидуальных хозяев-нанимателей и колебаниями рыночных цен его труда. Следовательно, капиталистический процесс производства, рассматривая его в общей связи, или как процесс воспроизводства, производит не только товары, не только прибавочную стоимость, он и производит и воспроизводит само капиталистическое отношение капиталиста на одной стороне, наемного рабочего на другой. И вот на этом 21-я глава простое воспроизводство заканчивается. Давайте итоги подведем. Давайте. Что такое воспроизводство капитала? Мы до сих пор говорили о производстве капитала, и вот когда это повторяется непрерывно циклически, это и есть воспроизводство. Не циклически, а постоянно, непрерывно. Постоянно, да? То есть процесс производства рассматривания как единовременный акт, а постоянное возобновление, повторение или возобновление, это и процесс воспроизводства. Он бывает двух форм. Простой воспроизводство и расширенный. Простой воспроизводство это что такое? Это когда воспроизводится неизменное размере. Неизменное количество, ну то же самое количество капитала поддерживается на том же уровне. Расширенность производства. Это расширение производства за счет капитализации части прибавочной стоимости. И вот в этой главе Марс, рассматривая процесс простого воспроизводства, как расширенного, делают вывод, что это, во-первых, является воспроизводством средств производства, потребленных в процессе производства. Второе, воспроизводство рабочей силы и, как Иван Михайлович сказал в последнем самом конце, это воспроизводство самого капиталистического производственного отношения. Отношения между трудом и капиталом. Это так выводы. Задание на следующий. Давайте попробуем 22-ю главу всю проскочить. Она из пяти парадок подстоит. Тяжелая глава, но попробуем ее коротко. Что получится, то получится. Конечно, надо главу читать. Да, главу-то читать надо в любом случае. И вот у меня такое предложение. Давайте встретимся. У нас сегодня не франовое занятие, а у нас, так сказать, должно было быть на прошлой неделе. Мы из-за газеты его так перенесли. Давайте встретимся не через неделю, а через две недели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...